В нашем клубе. Что, городецкий что-то? Ну что ж. Она одна его только знает, больше никто. Этот человек, значит, стоял у истоков нашего клуба. Долгое время был президентом клуба. И вообще, очень плотовитель человек. Очень много написал стихов, песен. И его, в общем-то, женщины любят. Я знаю. Мне тут звонили, по телефону сказали. Открыли маленький секрет. Вот. И сейчас Володя выступит. И я так понимаю, что он несколько вещей сделает, посвященных поездке в Новый Зеландинск. Да? Да. Потому что сейчас только все разговоры о Новый Зеландинске. Спасибо, да. Я там написал песенку, написал там несколько стихов. Я вам прочитаю. Но я хотел бы начать с другого. Он немножко так. Значит. Ну я обычно что-нибудь читаю, какие-нибудь стишки. А потом пою. Вот. Ну, например. Такая пародия одна. Одна барышня написала за гостюшечек. До встречи с тобой называется. Я до тебя была красавицей. Здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся. Но я ждала тебя намеренно. Теперь же я по поликлиникам. И лоб морщинками отметился. Смотрю на мир улыбкой циника. А ты мне, гад, так и не встретился. Такой ответ. Когда была ты раз красавицей, Не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться. Хоть понимал, что это временно. Теперь же ты по поликлиникам. На лбу морщины, складки свесились. И скажусь я улыбкой циника. Как хорошо, что мы не встретились. Письмо домой из Терскола. Скучаю по тебе. Ужасно мучаюсь. Когда вы не соседка, Вер нам спился. Теперь я знаю, Ты на свете лучшая. Вчера я в этом дважды убедился. Про работу. А мне уйти в отгул сегодня стоит. Я даже смог начальство убедить. Из отпуска, а также из запоя, Мужчина должен плавно выходить. Ну ладно. Песенка я хочу посвященная моей дочке. И вообще вот времени, Которое бежит так быстро. Вот сегодня мы встретились Вот с маленькой. Мы ее звали Наташа Маленькая. 19 лет назад мы с тобой познакомились. Ужасно. В Терсколе вместе катались на лыжах. Прошло 19 лет. Вот так бежит время. И у меня дочка была маленькая, А сейчас у меня уже и внучка есть. Ну вот такая песенка. Помню ответ скамеечки В нашем тихом дворике Коротали времечко Бабушки за столиком Мальчики и девочки Там играли в салочки И часами прыгали Все через скакалочку Все через скакалочку В банке распускаются Вишни, вербы, веточки Но уже другие нам Ставят жизнь отметочки Мне с годами кажется Что земли вращение Кем-то ускоряется Всем на удивление Всем на удивление Детские письможички На невинном личике До сих пор не стерлись Меткины наличники Но к родному папочке С ней уже не справиться С белокурой бестией Доченькой красавицей Доченькой красавицей Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобою, милая Все никак не встретимся Кто-то ось планетную Смазал добросовестно И сие усердие Прямо скажем, горе сна Дни и годы щелкнут Как рубли на счетчике Сломанных скамеечки В нашем тихом дворике В нашем старом дворике Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобой, милая Все никак не встретимся Спасибо Ну, следующая песня Достаточно новая Там ей полгодика Была написана в дню воздушного флота В прошлом году В августе месяце Называется она Пилот и блондинка Ну, такое небольшое четверстище Перед песней Сейчас, милочку И на одной из вечеринок Заметил мой товарищ Метка Особо падки на блондинок Те, кто женаты На брюнетках Пилот и блондинка Скажу, блондинка это что-то Но вот обидеть может каждый Ее в кабину самолета Увидев, пригласил однажды Она вошла, все просветлело Все даже стали выше роста Автопилот тот за дело Хотя железяка просто Зачем вам часиков так много А два руля зачем, не знаю А как вы ищете дорогу Я стюардессой стать мечтаю Такую сыщики давали Особенно эффектно сзади Чтоб все в осадок выпадали На мне юбку мою глядь Вот рейс из Внукова в Хедрову Наш лайнер белый совершали Я не мог сказать ей Но она теперь со мной летает Да вы представьте, это ж чудо Когда она туда-обратно И пассажиры отовсюду Глядят и всем везде приятно Когда же видите вы лица В салоне членов экипажа То кнопку вызов проводницы Не стоит нажимать вам даже Она в кабине с капитаном И понимать немного стала Как управлять аэропланом И на хрена нам два штурвала Спасибо Ну и третья песенка Перед песенкой Это про Новую Зеландию Я действительно два слова Буквально два Проехал пять тысяч километров На автомобиле по обоим островам В Новой Зеландии У нас был вечер Я специально многое Многие слушали И видели мои фотографии Это классно Рекомендую Кто захочет отправлю Вот Правда это здорово Это и вулканы И феорды И тюлени И пингвины И гейзеры И термальные источники И прыжок с тарзанки Это и катание на водометах И это и сплав по реке Кайтуни С самым большим водопадом Семь с половиной метров Вниз летели Некоторые у нас вылетали В общем это масса развлечений Удовольствий И денег Честно говоря Но Я скажу кто захочет Кому интересно 4 тысячи евро Обошлось 23-дневное путешествие Это с дорогой Это не так много Сравнительно конечно Итак О родине Какой-то четверостишный человек Откладывая годы По рублю Поехал повидать Чужие страны Ну даже там я Родину люблю Ну вот Любовь и странная Очень странная Ну Проезжали мы Такую речку Клуза Есть такая Клуза А перед этим Ну конечно был интернет С собой Ноутбук Все такое И от жены Получил Эмейл О том что в Москве В Москве завалило снегом Что там Ветры страшные Вообще ужас Черно летно Я потерплю Не приезжай Там у вас хорошо Вот Ну на таких контрастах Схитвари не получилось В новозеландской речке Пил темно-красное вино Песня про Новозеландию Солнце встало на востоке И сказала Солнце вдруг Я хочу Я хочу идти на север Я хочу идти на север Не хочу идти на юг Солнце вряд ли виновата Что не так оно идет Я в Зеландии, ребята Здесь же все наоборот Здесь озера, реки, раки Птичка, киви здесь живет Роторуа, ронаки И приветливый народ Пахнет серо-водородом Очень много здесь коров Мы с приветливым народом Вместе ходим Без штанов Солнце лупит по загрифу Средь новозеландских вод И меня, как бургусивку Загонял экскурсовод Не страшны теперь ни скалы Ни пещеры, ни вулкан Я за этим добрым малым Пусть покорна, как баран Не страшны теперь ни скалы Ни ледник, ни водопад Он, хотя и добрый малый Все равно приличный гад Капитана Джеймса Кукас Еле много лет назад Но людей, гласит наука Люди больше не едят Маорийцы на концерте Пели нам, долбали твист Только верьте или не верьте Но у нас пропал твист Я живой, и это славно Все мне в кайф от этих мест Сели группы, но барана Их засняли южный крест Ничего здесь не похоже Ни на что я тащусь Но в Москву, ребята, все же Я, наверное, вернусь Ничего здесь не похоже Ни на что, и я тащусь Но в Москву, ребята, все же Я, наверное, вернусь И вернулся Спасибо большое Сейчас я хочу вам представить Очередного выступающего Вообще, я очень трепещу и горд, что он пришел к нам Знаете, сейчас вот издается серия дисков Для читателей Комсомольской правды Вот, и вот он тоже в числе авторов Вот этого сборника Это замечательный автор-исполнитель Когда-то вы его можете помнить По передаче «Веселые ребята», кто постарше Вообще классик, будем говорить Бардовской песни Человек с потрясающим патологическим чувством юмора У него и песни такие, но и серьезные песни Вообще все у него замечательно Леонид Сергеев Хорошо Аплодисменты 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 Нормально Да тут, по-моему, без микрофона Первая песня Я бы она написал Показал Жене Быкову Он послушал внимательно Вздохнул радостно Говорит, ну наконец-то написал нормальную КСПшную нашу песню Аплодисменты 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 Артем Аплодисменты Вспомним ПЕСНЯ Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади, по забытых строкам. Сяду по лету, развею руку, В среду к обеду я не вернусь. В этот год я начал с музея, с музея Правда Питерского, Мойка 12, музей Пушкина. Там произошло знаменательное для меня событие, состоялось открытие выставки, которые назвали строчкой из Моцарта и Сальери «Откупыри шампанского бутылку». Ну, для такого солидного заведения, для музея, вдруг такая легкомысленная строчка. И меня позвали как человек, который в своем творчестве знает толк. И когда я прочитал, значит, я стал готовиться к этой выставке тщательно. Год Франции в России открывался, там консул французский, украинский консул, в общем, там питерский помонд. И я стал думать, что же мне сочинить такого, чтобы уж не забыли-то уж. Ну, и публика собралась, сами понимаете, какая. Когда я вышел на деревянных ногах, а перед этим я прочитал, освежил память Моцарта и Сальери, вот, и прочитал стихотворение молодого Саши Пушкина, лицеиста, в котором он перечисляет все напитки, которые они с друзьями употребляли во время учебного процесса. Напитков масса. То есть юные отпрыски знали толк, когда я прочел, что один из них любых напиток под названием Арак. Вот я как человек из Казани понимаю, что это такое, сколько это градусов и чем это чревато. Вот я восхитился окончательно и написал такое посвящение поэтам, ну, шутошное, естественно. Ох, и не чуждо было поэт вдохновения, и гоняясь за музой с сачком, унимал свое сердце биение, запевая об всем коньячком. Милость рифма, стены и бокала, стих летел пузырьками кликом, а поэту все мало, все мало, все мало, вот уже и открылось не в ком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-тай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, От струя забравившего сока подарила бартвейновый дух, И в страфа появивших до срока усладила мелодикой слух. Плавень кунша синеет над кружкой, льв за сводкой блофитник слова. Но Никушкин, Никушкин, Ядрянский Кушкин, Из похмелья болит на головах. Мухи лапами бьют, словно кони, Муза тонко и злобно храпит, И поэту сплицает. Не понял? Может, чё-то на путу пить? Я шампанское пила по-руссарски, На балаконе вися на руках, И дерябну в стакан, да в стакан водки царской, Я полянул за зенит в лужниках. Накатив самогона без меры, Я прочёл фигаро два листа, Тут поэт, в отонувший мадеры, Уложил сверху спиртик за борода, И залив всё шартрезом зелёным, Он затих и не знал белый свет, Что шампанское было, Да, было палёным, А поэт был совсем не поэт. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ай, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-у-эй, АПЛОМЕНТЫ Еще один литературоведческий изос, знаете, когда перечитал Моцарт и Сальери, там есть момент, когда Моцарт, желая продлить мгновение своей жизни, не решаясь выпить из рук Сальери, опять же вспоминая Бомарше, говорит Сальери, ты для него тарара сочинил вещь славную. Меня заинтересовало, что такое тарар. Я полез, я всегда с гордостью говорю, в большой советский энциклопедический интернет и нашел, что в средние века, он где-то в задней части передней ноги Малой Азии существовал рыбаладическое государство, Ормуз. Редкие европейцы, томящиеся в неволе, называли его, скажу, ахура Мазда. Я понял, что большая часть европейцев, томящихся в неволе, были наши, судя по первой части этого слова. И пара японцев такие. Ахура Мазда 3, Ахура Мазда 6, да, с турбонаддувом. Вот, и я стал вчитываться дальше. Действительно, Сальери написал на либретто Бомарше, оперу Тарар Царь Ормуза. Я пришел к своей жене, она профессор консерватории, я говорю, а знаешь ли ты оперу Сальери, полевретто Бомарше, Тарар Царь Ормуза? Она залилась краской стыда, сказала, нет, конечно, я не знаю, никто не знает эту оперу. Сальери уже давно тоже нет. Я полез с содержанием. Содержание было убийственное. В этом Ормузе был правитель редиска, плохой человек, он что-то на военачальника Тарара, что-то бочку покатил. Сначала жену забрал в гарем к себе, потом хотел Тарара, представляете, сжечь. Просто нам сжечь человека, представляете, нехорошо. Тарар собрал пацанов, пришел к этому правителю, а тот зарезал сам себя от страха. Вот, Тарар стал царем, и что меня потрясло, фраза, в знак того, что он был близок к народу, он надел на себя цепи. Я сразу вспомнил наши девяностые, когда в цепях только ленивый не ходил. И в каких цепях? Чем толще цепка, тем ближе к народу, понимаешь? Вышли бы все из народа. Я все это, значит, рассказываю, потому что вы знали, о чем песня будет. Это мое искание литературе веческое. Песня про Тарара. Я думаю, что вы запомните ее, потому что слова чрезвычайные, потому что интеллектуальные. Однажды жил в Аху-Роман, сидит, герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и пра, зелик, там веселились молод и стар. Тарар, но портил общую картину, творя полнейший беспредел. Правитель, как это скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против. Горит при жизни, не привык. Народ повел тирана против, и наступил там у Кирдык. И все, и след его растаял. И кто бы знал о нем вообще, Когда б не троица святая, Пьер Агештин и Бумарше. Судьба несчастного Тарара Легла морщинкой на челе Банкет на день из гонорара И вот ли вредом столе А там в столе вдруг сердешины Но лучше с ним не выпивать Вот сочинил мотив прелестный И свет стало перевнимать И все, и свет ее растаял Да кто бы пел ее вообще Когда б не Кушкин что оставил След на бумаге и в душе Забыки много было разных Кто с кем, когда и сколько пил Но помню вся та хура Маза Как мото-копер валил И так летели, как хотели На то не есть цвета Но их ведет на самом деле Поэта легкая рука И мы, настроивши гитару Хлебнув шампанского с утра Мурлычи песню про Тарара Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Вот сейчас музей Мико скажет, очень жду и надеюсь, что после посещения что-то тоже появится. Когда там совершенно потрясающий человек, как курсовод, рассказывал, Кушкин, декабристы, она сказала гениальную фразу, парольную для меня, она сказала, когда около 700 человек было подвергнуто репрессиям, поражено в правах, сосланы в Сибирь, повешены, казнены, и оказалось, что вот эти 700 человек, которые были смыты с тела российского дворянца того времени, они оказались тем самым плодородным слоем, после которого она сказала, такое быдло поперло. Тем-то она сказала, хоть стыдно было, этим стыдно быть перестало. У меня опять все переклинило на наше время, стыд как раз на категории исчез, поэтому такое происходит, никому ни за что не стыдно. И это было в январе, а песня, которую я начал писать в декабре, она в январе же и написалась, называется «Предновогубие». На декабрьской мостовой, драпированной снегами, старый дедушка в мороз с прохудившимся мешком, «Красный нос, конечно, свой, а в мешках, что под глазами, есть местечко и для слез, убегающих тайком. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет полки и сене, напобитый молью плиз, И в нелучшем из миров, на задворных мирах задания, Одинокий человек согреваясь, бьет на бис равнодушные дома. Непонятная погода, да спешащие назад старомодные часы. Вот такая вот зима наступающего года, Солнца нет, но есть закат очень средней полосы. Ветер сам уже подмёрз, забывает испадать. И снежина, чья мошка, в душу норовит залезть, Выпивает Дед Мороз, потому как нет подарков, Потерятость из мешка. Стыд и совесть, ум и честь, вот такая вот зима. На задворках мироздания, Нескончаемый загад, Очень средней полосы, Равнодушные дома, Где исчезло сострадание, И спешат, 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 Всё спешат назад часы. И спешат, спешат, спешат. Всё спешат, спешат. Сегодня тема, которая нас здесь собрала, Это благое действительно дело. И, не знаю, мне не было ни секунды колебаний, Когда вот Миша Калинка мне позвонил, Пригласил здесь, Юстюбикова. Я хочу спеть песню, Которая сейчас стоится на Ютюбе, С аранжировки Евгения Быкова, С духовым таким оркестриком, Называется «Последний парад». А что, где-то мы не по погоде, Так это никого с ней скребет, А просто мы на небеса уходим, Такой вот мы десант наоборот. А с нами и братишки, и лейтенанты, Которых ждали всем смертям на зло. Мы не герои и не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь во столько и тогда-то, И жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что души как крылата, Сначала правда нужно умереть. И мы чеканем шаг по батальонам, Держа равненья строго на закат. А впереди майкопская колонна, А сзади те, кого забрал Герат. И воздух рвут лихие музыканты, И небо недалекое светло, Мы и не герои и не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь во столько и тогда-то, И жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что души как крылата, Сначала правда нужно умереть. Года летят, как трассеры ночные, А мы сквозь них идем, И путь далек. А через нас спешите вы, живые, Не зная, что как только выйдет взрок, Раскатятся небесные куранты, В июле упадет на землю град, И идеи герои и не оккупанты, Закончат свой невидимый парад. И мы родимся здесь во столько и тогда-то, И проживем две жизни за одну, И будут наши душеники крылаты, И станут наши душеники крылаты, И будут наши душеники крылаты, И улетят на новую войну, Раскатятся небесные куранты, В июле упадет на землю град, И не герои и не оккупанты, Закончат свой невидимый парад. У нас автоматики, А мы все солдатики, А у нас всех матушки, Нам все солдатики, Нам все солдатики, Нам все солдатики, Спасибо. Спасибо, Леонид Сергеев, спасибо. Друзья мои, Ну, на этом наша программа закончилась, Мы благодарим всех тех, кто пришел, Кто сдал деньги на ремонт этого памятника, Замечательного в Терсколе. Если кто-то не успел это сделать, Можете сделать. Сейчас вот к Кате подойти, Еще раз заверяем, Что они пойдут на благое дело. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо.